Ребята, вы, задаваясь вопросом, где там Ахмад, а где вы? Почему нет вопроса, где вы? Где ваши бритые головы? Почему вы не участвуете в обеспечении безопасности этой Курской области? Ну ладно, не участвуете, может вас там не было, но после того, как все случилось, где вы? Курская область Либо под полным контролем ВСУ, либо под частичным. Почему я не могу говорить точно про полный или частичный? Потому что информация, она, ну официальный Киев это не комментирует, то есть они не говорят о том, какие населенные пункты захвачены, там находятся под контролем, какие нет. И вообще, в принципе, никак не комментируют само наступление, даже свое там присутствие. Зеленский на днях выступая, ну косвенно подтвердил, сказал, что, ну поблагодарив те формирования ВСУ, которые пополняют обменный фонд. Подразумевается, естественно, Курская область, где захвачены десятки пленных российских, если не сотни российских солдат. И поэтому приходится черпать информацию из различных СМИ, там каких-то военных корреспондентов, экспертов, как-то комментирующих тему. Но во всяком случае, речь уже идет о очень серьезной именно военной войсковой операции. Это не какая-то там операция ДРГ, это не рейд, когда какие-то формирования заходят для того, чтобы быстро что-то там сделать и уйти. Уже поступает информация о том, что в захваченных зеленых пунктах ВСУ окапываются, то есть готовят там линию обороны. Поэтому мы уже можем говорить о том, что это очень серьезная такая спланированная военная операция. Для нас очень символично то, что эту военную операцию Украина начала 6 августа. Как вы знаете, 6 августа 1996 года началась операция по освобождению Грозного, Удальмеса, по взятию под контроль этих населенных пунктов, что в итоге привело к нашей победе в первой российско-чеченской войне, в первом вторжении. Именно за счет того, что 6 августа наши военные формирования удачно смогли взять под контроль город Грозный, столицу, за счет того, что были блокированы российские военные базы, блокпосты, настолько близко к ним расположились наши бойцы, Россия не могла использовать авиацию, артиллерию, так как пришлось бы долбить своих же. В итоге это все привело к переговорному процессу и к Хасавюртовским соглашениям, которые являлись нашей победой. И вот сейчас, через столько лет, через 28 лет, Россия, точнее Украина, в этот же день, 6 августа, начинает вот эту очень с тобой грамотно спланированную военную операцию в Курской области. Россияне застаны врасплох, явно видно, что они этого не ожидали. По всей видимости, в Министерстве обороны, в российской власти настолько все плохо, настолько нет вот этой вот точно, ну, искренности в докладах, в освещении информации. Путину дают ту информацию, которую он хочет слышать. Ему боятся, по всей видимости, сказать, как на самом деле обстоят дела. За счет этого каждый ниже стоящий по чину, по рангу чиновник, вышестоящему докладывает информацию с приукрашиванием. То есть, на самом деле, если у него там неприкрытые какие-то территории, он ему об этом не говорит, он ему сообщает, что там на самом деле все нормально, все под контролем, тот от себя еще добавляет, еще добавляет. В конечном итоге, это, видимо, от руководителя Генштаба, там, или от самого министра обороны, это проходит к Путину, как идеальная картина, полностью защищенная граница России с Украиной. Они, по всей видимости, были настолько убеждены, уверены в том, что невозможно какая-то вот подобная атака со стороны Украины, что, в принципе, ну, проспали, прошляпили это, были застаны врасплох. Украинцы вошли, взяли в плен и этих пограничников, и срочников, нам, оказывается, были и срочники. В общем, все, кто там попадался на пути, по сути, они их всех брали в плен. Большинство они взяли в плен, они убили. Затем, видимо, в попыхах российская армия попыталась как-то быстро туда стянуть силы, которые находились какой-то, ну, недалеко от Курской области. Они очень быстро их решили туда стянуть. Настолько глупо погнали их колоннами, прям вплотную. И поэтому появились кадры уничтожения целой колонны. Причем эта колонна была уничтожена не с помощью там засады, а точечными ударами ракетами «Хаймарс». Это все нам показали, украинские военные с дрона это все засняли. То есть они даже не рассредоточили свои машины таким образом, чтобы по ним не могли нанести удары ракетами. Это говорит о том, что они, в принципе, даже не понимали, что на территории России по ним могут долбить ракетами. Вы понимаете, насколько они не готовы к подобной ситуации? Поэтому сейчас инициатива до сих пор находится на украинской стороне. Это не скрывают даже матерые такие российские чиновники, депутаты, пропагандисты. Например, этот же Гурулев, который обычно в эфирах российских федеральных каналов, грозит ядерными ракетами, захватом всего мира, Европы, на этот раз очень с таким, знаете, поникшим видом рассуждал о том, что ситуация очень тяжелая и, по всей видимости, там быстрых побед, быстрого оттеснения Украины ждать не приходится. И примечательно, что во всей этой ситуации более-менее говорящим хотя бы порциями какую-то правду спикером от Министерства обороны оказался Апти Лаудинов. В отличие от того же Герасимова, например, который на второй день, даже на первый же день вторжения, докладывал Путину, что враг остановлен и в течение трех дней он будет выдворен обратно на территорию Украины и российские войска подойдут к российско-украинской границе. В отличие от него, на тот момент это очень такое амбициозное заявление. Явно Герасимов понятия не имел, как на самом деле обстоят дела в Курской области, какого масштаба это вторжение, какие населенные пункты находятся под контролем. То есть, вы понимаете, если генеральный штаб, руководитель генерального штаба докладывает президенту такое, говорить так, мы за три дня наведем там порядок, враг остановлен, ничего страшного там нет. Это ведь он действительно думает, что так и есть. Это ведь ему так докладывают. То есть, на всех уровнях вот этой системы она настолько прогнила, что там либо с самого начала люди начинают врать, либо где-то в этой цепочке находится какой-то чиновник, который решает, что нет, мы, конечно, этого сказать не можем, мы будем картину как-то красиво преподносить. И в конечном итоге они садятся в такую лужу. Потому что кто-то может сказать, что такой пропагандистский трюк, но нельзя же панические настроения, мол. Панические настроения, может быть, и нельзя. Однако такие амбициозные вещи говорить, вместо того, чтобы сказать, да, произошло, враг вторгся, сейчас идет борьба, мы его там останавливаем, оттесняем, вместо этого говорить, что вот буквально мы его сейчас разнесем, дайте нам просто три дня, и ничего как будто бы и не было. Но после того, как эти сроки не выполняются, наоборот, чиновники выглядят очень смешно. Так вот, Лаудинов с самого начала начал говорить, ну, вначале, по крайней мере, пробрасывать какие-то слова правды, потом он, правда, к концу своей речи всегда пытается завершить на позитивной для себя ноте, обязательно там указал, что Ахмат сила, Россия мощь, мы и так далее. Но он тоже не может скрыть вот это вот, вот это отсутствие настроения, то есть он тоже поникший. Он начинает теперь свою речь с того, что надо полагаться на Бога, Бог с нами, то есть у него уже, он не говорит, что мы сейчас разберемся, всех нам победим, он говорит, у нас ситуация очень сложная, и если нам сейчас не поможет Бог, то нам рассчитывать не на что. Но так как Бог с нами, Бог с ними, по мнению Лаудинова, то он в любом случае им поможет, и они поэтому победят. Вы понимаете, насколько сама риторика, она с одной стороны смешная, с другой стороны она очень хорошо отражает ситуацию, то, как это видит генерал Лаудинов, находящийся там на месте, он не может, как Герасиму, вот так вот, такими радужными сроками, там, обещать, что все закончится. Лаудинов, в отличие от него, говорит, что, значит, из-за того, что какие-то там лица в инициативе обороны много врали, в итоге они сами себя обманули, мы понимаем, что, значит, то, о чем мы говорим, что на каждом этапе этого отчета там врут. То есть Лаудинов это подтверждает. Лаудинов потом также рассказывает нам, как произошло это вторжение. Он говорит, наши опорные пункты находились на слишком большом расстоянии друг от друга. То есть мы постфактум, нам рассказывают, то есть если до этого, там ведь наверняка докладывают, что граница закрыта на замок, там вообще у нас муха не пролетит, чтобы мы ее не заметили. А тут Лаудинов говорит, эти опорные пункты настолько далеко друг от друга, что целая украинская там бригада или даже несколько бригад, они могли между этими пунктами пройти. И, мол, они разминулись просто, мы их не увидели, говорит Лаудинова. Вы представляете, как эта граница тогда охраняется, как она закрыта. В общем, параллельно у Лаудинова очень много, конечно, там смешных своих моментов. У него какое-то свое священное писание есть, в котором упомянуто Россия. Он прям так и цитирует. Он говорит, Бог говорит, что Россия, и там далее какая-то цитата. Вот, в общем, очень много было вопросов касательно непосредственных формирований, подчиняющихся Лаудинову. А это различные батальоны, Ахмат, Юг, Юг, Север, Запад, Юг, Ахмат, Чечня, Ахмат, Россия. В общем, там очень много этих батальонов. И, ну, разумеется, и мы задавали вопросы, вроде как они Белгородской области, там по границе вроде бы как были расформированы. То есть, как так получилось? Где же Ахмат, говорили мы? И вот что самое интересное, помимо нас, эти вопросы задавали почему-то. И различные русские националисты. Это и всевозможные блогеры, какие-то воинкоры. Это и непосредственные участники вот этих батальонов, формирований на стороне России воюющих. Прям такие нацистские, типа РШДГ, Русич и подобные. И они почему-то тоже стебались над Ахматом, тоже задавали вопросы. И что, разумеется, у нас... Ну, понятно, почему мы спрашиваем про Ахмат, почему нас это интересует. Потому что это все-таки наша тема. Мы чеченцы, мы ведем борьбу с российскими наместниками у нас в республике. И поэтому вот эти формирования Ахмата, как они представляют этих наместников. То есть, это наша тема, это нас интересует. Но почему это интересует националистов русских? Вот это вот не совсем понятно. Ребята, вы задаваясь вопросом, где там Ахмата, где вы? Почему нет вопроса, где вы? Где ваши бритые головы? Почему вы не участвуете в обеспечении безопасности этой Курской области? Ну, ладно, не участвуете, может, вас там не было. Но после того, как все случилось, где вы? Почему вы там не воюете с укронатовскими нацистами и бандеровцами, как вы их называете? Ребята, вам не про Ахмат надо говорить. Вам про себя. Вы должны задавать вопрос своим бритоголовым нацистам. А что касается Ахмата, был ли он там или не был он там? Вот сегодня мы получили ответ от ВСУ. Значит, сегодня были опубликованы кадры военно-пленных. И среди них, ну, как минимум, трое представителей кадыровцев, тех самых батальонов Ахмата. Вот, посмотрите. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозовый. Так же? Да. Та же история, понятно. В общем, как минимум, трое есть. Возможно, там еще будут военно-пленные из этих батальонов кадыровских. Соответственно, там наверняка и потери среди них есть. То есть, то, что они там все-таки в этой зоне присутствовали и присутствуют, это мы сейчас видим. И после того, как вот эти кадры увидел я, и я уверен, что такие же эмоции и вопросы возникают и у всех чеченцев. Вот пропаганда кадыровская на протяжении этих 20 с лишним лет, до начала вот этого крупномасштабного вторжения в Украину, основным таким тезисом этой пропаганды, начиная от кадырова старшего, отправленного на тот свет Путиным, и заканчивая нынешним его сыном и всеми остальными, основной тезис был в том, что чеченцы навоевались. Мы навоевались, мы очень много воевали, мы уже показали этому миру, что мы умеем воевать, мол, все, теперь все, хватит нам погибать. Теперь нам нужно жить, нужно созидать, нужно учиться. Теперь наши состязания, соревнования должны быть там на каких-то спортивных аренах, вон, олимпийские игры, подходящее место, вот где мы должны теперь показывать себя на какой-то научной, научных каких-то конкурсах и так далее. В общем, теперь нужно делать акцент на мирную жизнь. Вот так нам об этом постоянно рассказывали. И когда начались события в арабских странах, в Сирии, там, других странах, арабская весна, и многие из Северного Кавказа, в том числе из Чеченской Республики, отправлялись, например, в Сирийскую Арабскую Республику для того, чтобы там поддержать повстанцев, восставших против режима Башара Асада, тогда как раз-таки основным тезисом, вот останавливающим этих ребят, чтобы они туда не ехали, было вот то, что, мол, вам не надоело воевать, нам теперь нужно жить мирно, платить налоги, платить коммунальные услуги, это тоже был один из мемов того времени. И вот сейчас, когда мы видим пленных из Чечни, мы не знаем по, допустим, вот этим трем людям, мы не можем сказать, это добровольцы, это реальные какие-то военнослужащие этих батальонов, то есть такие матерые кадыровцы, либо это люди, которые были где-то там схвачены, допустим, и принуждены к тому, чтобы они отправились воевать, то есть там процветает практика принуждения к подписанию контракта с Минобороны, поэтому мы не знаем, такие они или нет, но независимо от того, какие они, кого они там представляют, кадыров-то обещал их родителям и им самим, обещал, что чеченцы все отвоевались, теперь мы должны жить мирно. Вообще, вот этот вот мир, предложение мира, это была такая валюта кадыровского режима для заключения сделки с чеченским народом, нас ведь принуждали, с одной стороны нам использовали метод кнута, а с другой стороны был пряник, и вот пряником был как раз мир, кнутом были репрессии в отношении родственников, всех тех, кто, например, поднимался в лес, примыкал к нашему сопротивлению, их родственников подвергали очень серьезному преследованию, сжигали дома, арестовывали, убивали, это помимо того, что самими членами сопротивления, естественно, тоже вели войну. Вот это был кнут, а пряник был то, что этим как раз родителям говорили, мы же навоевались, вот мир, смотрите, фонтаны, мы строим парки, смотрите, можно прийти, сделать классную фотографию, выложить в Инстаграм, смотрите, есть куда прийти с детьми, и дети могут погулять, порезвиться, смотрите, хорошие дороги, по которым можно ездить, мечети, смотрите, мы строим мечети, мечети, это вообще был отдельный такой пункт, и остается, что вот, мол, столько-то мечетей, столько-то мечетей, что нет проблем для исповедания религии, вот, мол, молитесь, пожалуйста, вот вам мечети, медресе, о них мы позже поговорим отдельно, вот место, где можно обучаться религии, нет никаких проблем для религиозных свобод, пожалуйста, давайте жить мирно, зачем вы уходите воевать против нас, против кого угодно, разве мы не навоевались, понимаете, вот эта вот, эта валюта, для любой сделки в любом, в любых, в любых мирах, в плане, там, криминальном, государственном, в любом, всегда есть какая-то валюта, вот, например, в тюрьмах чай, там, сигареты являются валютой, именно так заключаются сделки в тюрьмах, вот у нас, вот этим вот, вот этой валютой был как раз этот мир, и вот удивительно, что сейчас все то, что говорили на протяжении 15-20 лет, рассказывали нам про мир, про то, что хватит воевать, сейчас это все просто рушится, и, и Кадыров, и там его остальные приспешники, и родители вот этих трех, например, конкретных Кадыровцев, и других Кадыровцев, кто там погиб, они все ведь это сейчас видят, и они все задаются вот этим вопросом, но как так? Ты ведь обещал мир, ты ведь говорил, что хватит воевать, надо жить мирно, но почему теперь, если, если тогда ты нас покупал миром, когда нужно было стоять на позиции защиты своей земли, своего государства, своего народа, своей религии, когда была идея, ты тогда нам говорил про мир, а сейчас, когда нужно стоять на позиции защиты, чего? Путинского дворца, путинского золотого унитаза, у вас же, вы понимаете, что идеологии-то никакой нет, из-за отсутствия идеологии им приходится придумывать какие-то там ценности западные, что там через Украину кто-то им пытается занести что-то там противоречащее, вон скрепы поднимаются какие-то, но мы ведь понимаем, что это все из-за отсутствия, на самом деле, какой бы то ни было идеологии, это все звучит даже бредово, отсюда появляется Алла-Удин со своим войском Иисуса, что уже бред, его слушают мусульмане, понимают, что бред, его слушают христиане, понимают, что бред, то есть он ни для кого это, его речь не является убедительной, она не становится идеологической основой, ни для кого, ни для каких конфессий, даже для идиотов, все понимают, что это все искусственно, в этом нет никакой искренности. И вот теперь, столько рассказав нам на протяжении долгих лет, рассказывая о мире, теперь, когда ты отправляешь туда чеченцев, они там погибают, они попадают в плен, их вот так вот снимают, показывают, их видят их родители. Вот мне искренне интересно было бы, до этого никогда не возникало, знаете, такого желания с Кадыровым поговорить, вот позадавать ему вопросы, не было такого. Бывало так, что необходимость есть, там его можно было бы с ним поговорить, но вот желания не бывало. А вот сейчас на эту тему мне прям хотелось бы где-нибудь оказаться с ним в закрытой комнате, так один на один, вот все эти вопросы ему позадавать на камеру, как, знаете, во время допроса. Вот ты тогда-то, такого-то числа, ты говорил, стоя там на Минбаре, Минчете, ты рассказывал, почему не надо ехать там в Сирийскую Арабскую Республику, я, хотя я не против, я тоже был против того, чтобы ехали в Сирийскую Арабскую Республику, не против, в смысле, было отговаривание людей. То есть, ты объяснял это, предлагая мир, но сегодня ты предлагаешь войну, сегодня отправляешь туда людей гибнуть, непонятно за что. Если у нас, стоя на позициях защиты своего государства, своего народа, своей религии, у людей хотя бы была идея и была надежда на мир иной, на счастье в мире ином, то сегодня что? Что ты им предлагаешь? Вот этот вот бред от Аллаудинова с войском Иисуса. Как ты, что ты скажешь этим людям? Сегодня у них нет возможности тебе задать эти вопросы, вы их задавите, но эта возможность в любом случае появится, вот эти вопросы, озвученные мною сейчас, они будут потом все равно озвучиваться, и все равно через какое-то время, когда будут сидеть люди проводить анализ всех этих событий, вот это вот все будет записано, все то, что ты говорил, как ты обманывал чеченский народ, твой отец, потом ты, и потом чему ты в итоге его привел, как ты отправлял нас, как пушечное мясо Украину, умирать, ты настолько ничтожный, что, казалось бы, вот я, кстати говоря, сегодня умер Аслаханов, Аслангек Аслаханов, это такой видный был деятель, он был советником у Путина, он был спортсменом, чемпионом неоднократным по самбо, по какой-то борьбе и так далее, и он был еще и генералом Министерства внутренних дел, то есть такой типичный российский такой чиновник, политик, деятель, его больше можно назвать таковым, но вы знаете, чем отличало вот всех этих людей, вот казалось бы, они тоже российские чиновники, там политики российские, какие-то абсолютно пророссийские люди, но если вы возьмете выступление, любое выступление этого же там Аслаханова, каких-то иных там чеченских имен, вот до времен этого Кадырова, вы в них увидите, что, несмотря на их пророссийскость, у них все равно была какая-то, было какое-то, какое-то отношение к чеченскому народу в плане милосердия, в плане, когда какие-нибудь там российские, например, чиновники, тот же Жириновский, допустим, известная история, когда Жириновский высказался по поводу Чечни и вообще Кавказа, что там обнести забором, помните это время, тогда Аслаханов очень жестко его садил, сказав, что там овес пропущенный через лошадь, то есть вот чем отличается Кадыров от всех подобных людей, это тем, что он настолько ненавидит собственный народ, и настолько он боится этого своего хозяина, что не может даже как-то словом попытаться какие-то свои интересы там перед Путина продвинуть. Вот смотрите, начинается так называемое СВО в 2022 году в феврале. Уже очень быстро становится понятно, что там не хватает людей, начинается какая-то там частичная мобилизация. И казалось бы, это такой момент, когда Кадыров, учитывая все то, что он говорил до этого, как он агитировал за то, чтобы чеченцы не участвовали в войнах, что мы теперь должны жить мирно, казалось бы, здесь Кадыров должен был сделать все возможное, чтобы чеченцы там не оказались. Как минимум, он должен был сказать Путину официально или не публично как-то, сказать, слушай, я все это время вот такую вел пропаганду в своем народе, я обещал своим людям мир, и сейчас отправлять их на войну я не могу. У тебя есть на территории одной Чечни, там как минимум 100-тысячная армия, контингент. Это и Министерство обороны, военные базы, и Росгвардия, военные базы. Это я сейчас говорю не о вот этих батальонах Ахматом, то есть укомплектованных чеченцами, я сейчас говорю о российских военных базах, не из Чечни, это какие-то там с Архангельской области, с Алтая, откуда угодно, в общем, с Московской, Питерской, Пермской, то есть это такая солянка из, ну реальные там какие-то контрактники со всей России. У тебя здесь 100-тысячная вот эта армия, вот если тебе нужно отправлять туда, тебе не хватает людей, вот армия, ее туда отправляй, здесь ее заменят мои вот эти формирования, мы здесь, если они здесь нужны для поддержания мира, процветания, там для стабильности и безопасности, то их мы как раз заменим чеченцами, которым я обещал, что они воевать не будут. Вот даже такое сделать предложение у Кадырова не хватило духа. Вместо этого он наоборот попытался и продолжает выделиться из всех регионов России и тем, что он больше всех людей, больше всех чеченцев отправил в Украину погибать, как пушечное мясо. Удивительно, мне кажется, может быть я в этом ошибаюсь, я не утверждаю этого, но мне кажется, на его месте, вот любой другой, тот же Аслаханов даже, возьмем его, мне кажется, они бы попытались сделать нечто подобное. Вот несмотря на то, что они тоже были такими же российскими чиновниками, абсолютно к ним отношения хорошего я не испытываю, но вот в отличие от Кадырова, мне кажется, они хотя бы из соображений собственного какого-то достоинства, из-за того, что они все это время говорили одно, и чтобы потом не противоречить собственным словам, они попытались бы это сделать. Они бы, по крайней мере, не лезли бы вперед остальных, пытаясь как можно больше туда отправить чеченцев на погибель. Кадыров вместо того, чтобы хоть что-то попытаться сделать, даже если у него, ладно, это не получилось, как-то деньгами кого-то, у нас и так есть эта система взяток, коррупция, то есть попытаться каким-то образом сделать меньше, уменьшить количество чеченцев, которые оказались бы в этой зоне боевых действий, он этого не сделал и не сделает. Настолько ты ничтожество, Кадыров. Субтитры создавал DimaTorzok